МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Кустов предстал перед судом. Его адвокат настаивает на полной невиновности подзащитного. Говорят, что здесь природный газ, метан, что, может быть, он из-под земли пошел, что такое разрушение, даже 10 газовых баллонов, мне кажется, не причинило бы такое разрушение. Взрыв ГСК-1 не был неожиданностью. Автовладельцы признались, отопления нет, и они вынуждены идти на риск. У нас уже не уровень взаимоотношений учителя и ученика, а более дружественные отношения такие уже складываются. Учитель и друг, и наставник. Ангарские педагоги выбрали лучших в своей профессии. Информационная картина дня на телеканале «Актис». В студии Данил Недзельский. Ваш проводник в мире событий. Городской суд сегодня начал рассмотрение дел Александра Кустова. Напомним, вечером 20 октября 2015 года бывший работник АХК спровоцировал жуткую аварию на улице Алешина. Погибла 45-летняя ангарчанка. С момента трагедии прошло почти полтора года. Следствие установило, что обвиняемый управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Свою вину Александр Кустов признать отказался. По версии защиты, в момент ДТП Кустов находился без сознания. Совершить все перечисленные, то есть допустить нарушение всех пунктов правил дорожного движения, кроме пункта 2.7, части 1 правил дорожного движения, в данном случае Кустов просто не мог, поскольку согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на тот момент он уже находился в состоянии невменяемости. В ходе судебного разбирательства сторонам предстоит выслушать показания десятков свидетелей. Александр Кустов ответит на вопросы суда одним из последних. Несколько гаражей разрушены до основания. Уничтожены автомобили. Один чудом выживший человек в больнице. Таковы последствия взрыва, который произошел 30 января в кооперативе ГСК-1. Что стало причиной ЧП и почему автовладельцы боятся, что случай может повториться, выясняла моя коллега Мария Константинова. Николай Владимирович держит гараж в кооперативе ГСК-1 уже 6 лет. Ему повезло, его имущество в день взрыва не пострадало. Бокс находится далеко от эпицентра. Однако мужчина все равно боится, что может повториться ЧП. Он сам пошел на риск, соорудив подземную печь. Говорит, другого способа обогреть гараж и машину нет. Вот у нас лично нету, допустим, даже света. И вот приходится ходить каждый день в гараж. А ведь я точно вам говорю, это не единичный случай будет. Потому что, и почему кто должен отвечать за это? Потому что кооператив, то есть вот этот ГСК-1, не знаю, каким образом и в каком ведении будет дальше вот это продолжаться. Почему? А кто виноват? Почему мы виноваты? Почему как бы кто-то не платил? А эти годы почему не воздействовали на тех товарищей, которые не оплачивали за гаражи? Место, где произошел взрыв, напоминает декорации зарубежного ужастика. Вокруг сплошные руины. Владелец гаража, в котором произошел взрыв, чудом остался жив. В это время он спустился в технический этаж. Сейчас ангарчанин проходит лечение в медсанчасти. А его родные до сих пор пребывают в шоке. Они не допускают и мысли о том, что родственник виноват в происшествии. Говорят, что здесь природный газ, метан, что может быть он из-под земли пошел, что такое разрушение. Даже 10 газовых баллонов, мне кажется, не причинило бы такое разрушение. Гараж стоит вообще на болоте. Может скопление метана, может какой-то газ там в подвалах скопился, но вот результат. Версию с газом попроверг председатель ГСК-1 Игорь Михно. Встречаться с журналистами он отказался. Но в телефонном разговоре пояснил, что выводы делать пока рано. И поспешил добавить, что проблемы с отоплением ни при чем. У нас есть тепла, нет, потому что люди не плакают. Тепла отказываются от тепла. И греть его всякими кустарными предметами нельзя. Мы не знаем, что произошло. Грел он там, варил. Мы это все разговоры тут. Мы не знаем, что произошло. Заседание правления буквально вчера мы все проверили. Мы написали протокол, все, выписали все. Но основательцы, они, ну как, позиция. Будем ждать решения, конечно, что произошло, от чего произошел взрыв. И все уже на основании, так сказать, принятых расследований, ну, будем принимать какие-то меры. А так мы не можем ничего сказать. А вот в Ангарском отделении Иркутской энергосбыта отсутствие отоплений в ГСК подтвердили. Долг за кооперативом тянется аж с 2014 года и перевалил уже за 10 миллионов рублей. Вся сумма у нас отсужена решением арбитражного суда, вступившим в законную силу. Поэтому мы вынуждены были перед началом этого отопительного сезона полностью отключить теплоснабжение этого кооператива. На сегодняшний день ни одного платежа энергетики от кооператива не получили. Видимо, правлению ГСК-1 пока не до этого. Сбор денег председатель все же намерен провести. Правда, не на погашение долгов, а в помощь тем, кто в результате взрыва потерял имущество. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время. Жители Иркутской области могут получить участок земли на Дальнем Востоке. Программа «Дальневосточный гектар» с 1 февраля стала доступна всем россиянам. Участки площадью в 1 гектар предоставляются на 5 лет и только гражданам России. Далее, при условии освоения, землю можно будет взять в аренду или оформить в собственность. Использовать участки можно под жилищное строительство, сельхознужды или туризм. Подать заявку на участие программе можно самостоятельно через портал на дальневосток.рф или через многофункциональные центры. По данным Агентства развития человеческого капитала, подано уже свыше 36 тысяч заявок. Распределены уже около 5 тысяч участков. Еще столько же находятся в стадии оформления. Запись в первые классы стартовала сегодня в Ангарске. В этом году вступило в силу новое постановление мэра АГО, согласно которому за определенной территорией закреплена всего одна школа. Однако у родителей будущих первоклассников выбор все равно остался. Если же родитель сегодня не желает посещать то образовательное учреждение, которое закреплено постановлением мэра, то после 1 июля, конкретно 2017 года, он приходит в то образовательное учреждение, куда желает, подает заявление и его ребенок может быть принят в это образовательное учреждение при условии наличия мест в первых классах. Для подачи заявления в школу нужно предоставить свидетельство о регистрации по месту жительства, паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка. Заявление заполняется на месте. В этом году за парты сядут более 3 тысяч первоклассников. Еще одну школу сегодня закрыли на карантин. Напомним, с понедельника 30 января отменены занятия в образовательных учреждениях номер 37 и 8. С 1 февраля карантин объявлен в 19 школе. Всего закрыты 78 классов и 18 групп в 11 детских садах. После того, как ситуация стабилизируется и ограничения снимут, все дети будут допущены к занятиям только при наличии справки от врача. Однако сейчас, когда поликлиники и так переполнены, рассматривается другой вариант. Бригады медиков сами приедут в образовательные учреждения после отмены карантина и осмотрят детей. Лидеры в образовании. Накануне в ДК «Нефтехимик» подвели итоги муниципального форума. На сцену вышли лучшие педагоги Ангарска. Кому и за какие заслуги достались дипломы победителей, смотрите в следующем материале. Роскошные букеты, творческие номера и бурные аплодисменты зрителей. Все это сегодня предназначено главным героем праздника – ангарским педагогам. В центре внимания учителя ОБЖ, предметники, педагоги начальных классов и дошкольных учреждений. Открыл традиционный форум лидеров образований мэр Ангарского округа. Сергей Петров подчеркнул, что высокие достижения ангарской молодежи во многом заслуга их учителей. «Их умение реализовывать задачи, их умение воплощать задуманное, а все это закладываете вы. Огромная ответственность, которую вы на себя взвалили за будущее не только области, но и всей страны. Его трудно чем-то измерить, я все время этому удивляюсь, как люди самоотверженно готовы нести такой, по большому счету, наверное, крест все-таки». Участие в конкурсных этапах по различным номинациям в этом году приняли 39 педагогов. Все они уже стали лидерами в своих образовательных учреждениях, являются примером для своих коллег. Именно для таких целеустремленных, амбициозных, инициативных и пишутся программы поддержки педагогов, которые активно внедряются в Ангарском округе. «На сегодняшний день для того, чтобы закрепить педагогические кадры, создан и осуществляется ряд программ, связанных с предоставлением и улучшением жилищных условий. Кроме того, для того, чтобы поддержать технический персонал, выплачивается социальная выплата, которая сегодня осуществляется только на территории Ангарского муниципального округа». В этом году лучшим учителем ОБЖ жюри признала Татьяну Переломову, педагога лицея номер один. Лучшим педагогом дополнительного образования стала Татьяна Маленьких из Дворца творчества детей и молодежи. В номинации, где было подано больше всего заявок «Воспитатель года» лидировала Лариса Козловская, представляющая 29-й детский сад. Жюри отметила хорошую теоретическую подготовку и творческий подход к выполнению всех заданий. «Я бы не сказала, что что-то было сложнее всего. Каждый этап требовал подготовки, требовал знаний и собранности». Среди учителей в лидеры выпились сразу несколько педагогов. Пожалуй, самая беспристрастная и справедливая детская жюри признала лучшей Татьяну Кузовову, педагога начальных классов школы номер 3. В заочном этапе номинации «Лучший учитель» лидировала преподаватель истории и общества знания 24-й школы Ирина Зайцева. Но абсолютным победителем конкурса стала молодая и энергичная Дарья Гармс, учитель английского языка 14-й школы. «Ну, мне нравится со старшеклассниками. Ну, может быть, потому что мой класс сейчас 11-й выпускной класс. Почему? Потому что они уже становятся понимающие, активные, ответственные. То есть у нас уже не уровень взаимоотношений учителя-ученика, а более дружественные отношения такие уже складываются». Праздник закончился, а впереди у лучших ангарских учителей серьезная работа по подготовке к региональному этапу конкурса педагогического мастерства. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время. Оргкомитет по вопросам проведения 7-го международного фестиваля «Лукоморья-2017» состоялся сегодня в администрации округа. Конкурс художника пройдет в одноименном детском лагере, расположенном в селе Саватеевка, с 10 по 20 мая. Заявки на участие уже подали более 100 мастеров со всего мира. «Все пять континентов прислали заявки. Заявок с каждым годом становится больше. Эскизы все интересней, работы все интересней, отбирать их все сложней. Но, как и прежде, мы отдаем приоритет в выборе команд тем странам, которые у нас еще не присутствовали, не показывали свое мастерство». В прошлом году была объявлена тема сразу на три фестиваля – «Вера, надежда и любовь». Так как 2017-й объявлен годом экологии, лейтмотив «Лукоморья-2017» звучит так – «Байкал. Надежда. Человечество». И на этом наша часть выпуска завершена. Впереди прогноз погоды и гороскоп. А я желаю вам всего доброго и удачи в делах. Впереди прогноз погоды и гороскоп.